В 2023 году в областном центре стартовал проект «Брест – здоровый город». Программа его насыщена и разнообразна, и включает в себя много мероприятий. Диагностику и консультации специалистов учреждений здравоохранения, выставки, интерактивы. Одна из таких консультаций прошла на базе средней школы номер 35 для учащихся 5-6 классов лагеря «Полянка». Организаторами выступили сотрудники Брестской городской детской поликлиники номер 3. Очень приятно, что мы сотрудничаем с детской поликлиникой номер 3, и такие акции у нас проходят как в течение учебного года, так и в каникулярный период. То есть мы заботимся о здоровье наших деток так же, как заботятся о них и родители. Большую массу времени они проводят в своих гаджетах, планшетах, телефонах, и меньше подвергают своего здорового образа жизни, меньше занимаются спортом. На базе 35-й школы говорили не только о правильном образе жизни, но и о правильной осанке. А все потому, что почти все современные школьники ведут пассивный образ жизни. В результате каждый второй школьник страдает нарушением осанки. И для того, чтобы удостовериться, что сколиоз у подростков отсутствует, Римма Климова, врач-хирург-ортопед Брестской городской детской поликлиники номер 3, провела консультацию в школе. К сожалению, малоактивный образ жизни и частое сидение в телефонах приводит к нарушениям осанки. Поэтому плоскостопие и сколиозы очень распространены в последнее время. В раннем возрасте как раз-таки родители должны приучить своих детей посещать спортивные секции, либо в домашних условиях выполнять зарядку, например, занятия на турниках очень хорошо для спины, плавание. И контролировать осанку, приучать детей всегда сидеть и ходить ровно. У детей проверили и остроту зрения. В наши дни причиной перенапряжения глаз у детей становится раннее использование гаджетов, смартфонов, планшетов, компьютеров. Особенно вредны планшеты и смартфоны для малышей дошкольного возраста. Поэтому врачи советуют гаджеты запретить детям до 5 лет. Чаще всего патологию рефракции мы обнаруживаем в возрасте 8 лет. Если еще года 2 назад 8 лет это были здоровые пациенты, и чаще близорукость или спазмы я набрала в 10 лет, то сейчас заболевание омолодилось, так скажем, и уже дети в возрасте 8 лет приходят с такими жалобами, как снижение стритозрения вдаль. И после осмотра мы выставляем диагноз либо это спазм аккомандации, нарушение аккомандации, либо это близорукость. По завершению консультации мальчишек и девчонок ждал сюрприз от представителей МЧС. В рамках акции «Мы за здоровый и безопасный отдых» сотрудники Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям поговорили о правилах безопасного поведения в различных ситуациях, в виде игр и соревнований. Обучали детей, как правильно пользоваться огнетушителем. В рамках республиканской акции «Каникулы без дыма и огня» посещаем лагеря пришкольные, при детсадовские, лагеря с круглосуточным пребыванием детей, проводим занятия по пожарной безопасности, обучаем правилам поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций, их правила поведения в быту, правила поведения в жару летом. И проводим мастер-классы по использованию огнетушителя, показываем первичные средства пожаротушения, знакомим с автономным пожарным извещателем. Такая масштабная акция может стать хорошим продолжением для формирования здорового образа жизни у брещан, чтобы название проекта «Брест. Здоровый город» было не просто звучным, а соответствовало реальности и дальше.